шалом чем больше мы приближаемся к судным дням тем больше возникает потребность соединиться сплотиться подружиться или восстановить то что когда-то было потеряно у каждого из нас жизни были какие-то моменты когда мы разочаровались мы разорвали мы изгнали мы не приняли истор гнули поставили маген давид на человеке как сделать так чтобы до этого не дошло иногда это берет всю жизнь знаете многие годы ты обдумываешь что ситуацию изучая штору и вот эта мудрость она дает тебе чувство что может быть когда-то в прошлом если бы я это знал я бы так не поступил но тем не менее мы живем не прошлым мы живем не будущее мы живем настоящим настоящий надо использовать однажды к старому раввину в дом зашел заслуженный учитель рыба спасибо огромное спасибо за что идея не помню он говорит рыба мне было тогда 9 лет и вы спасли мою жизнь если бы не вы я бы не только не стал бы заслуженным учителем я бы наверное сидел бы в тюрьме прозябал бы там все годы напомню он говорит рыба вы знаете тогда были непростые годы и один из мальчиков я учился тогда в хейдере мне было девять лет и у одного из наших соучеников появились часы очень дорогие часы его отец был обеспеченный человек вот эти часы все смотрели обсматривали конце концов эти часы пропали понятно было что кто-то из нас их взял и это был я вот вы рыбы тогда сказали всем детям завязать тряпочку и позволить себя обыскать вот мы все отделены глаза тряпочку вы нашли у меня эти часы вы положили себе в карман мы сняли тряпочки и вы вручили своему ученику вот у которого эти часы украли эти часы и меня больше всего рыбы поразило что мало того чтобы никто не видел что я обманщик вы еще после уроков не сказали директору хейдера не сказали моим родителям не сообщили в полицию вы просто держали это в тайне рыбы вы цадики вот я когда вырос в течение жизни опросил быть как вы я выучился я стал учителем я обучаю детей рыбы в чем секрет вот такого подхода как вы могли сдержаться рыб искал я тебе объясню перед тем как я начал вас обыскивать я отдел тряпочку повернулся несколько раз чтобы забыть где каждый из вас стоит и нашел потом я отошел к столу вы даже не видели я сказал вам снять тряпочки вы смешались и тогда я снял свою повернулся к вам и вручил этому мальчику эти часы я не видел кто это из этого рассказа мы делаем с вами вывод дамы и господа иногда надо закрыть глаза иногда человек которого ты просишь не один раз а несколько раз лучше сделать так он не делает или человек делает какой-то совершать какой-то поступок нехороший и и по идее ты должен закончить с ним вот навсегда все свои отношения ты поступаешь по-другому мы с вами сейчас разберем в принципе так как я понимаю что нужно делать во первых первая ситуация которую нужно сделать это успокоиться может быть сесть за стол может быть говорить обсуждать любую проблему мы сейчас не не конкретизируем не детализируем процесс любая проблема между мужем и женой между друзьями между подругами между детьми и родителями неважно любую ситуацию вот мы должны эту ситуацию объяснять во-первых существует из предыдущих наших роликов понятие никогда не ставить на человеке маген давид верить что он может исправиться это важнейшая вещь ведь кому принадлежит фраза осуждай каждого человека оправдывая его раби шо бен прахи у которого был ученик подлец страшнейший человек с которого потом вышла секта которая сделала очень много горя еврейском народ горе страшные вещи и только потому что раби шо бен прахи я не принял этого человека и оттолкнул его двумя руками наша тора говорит что он толкнул этого ученика своего двумя руками надо было одно есть такое правило правая приближает левая толки почему левая толки почему не наоборот потому что левая слабее так объяснять любовь вскоре бы гениальное объяснение отталкивать слабее приближательные если бы он это сделал то наверное грамм крови не пролился бы капля но пролились крови ручьи моря только потому что он оттолкнул этого ученика двумя руками но именно он потом исправил свой путь и ему принадлежит вот эта фраза каждого человека ты должен осуждая оправдывать то есть искать в нем что то что может его будущем исправить постараться вот когда люди садятся нас за стол неважно за стол может даже стоя можно в любом момент можно обсуждать вот обсуждая этот момент первое это нужно успокоиться второе нужно поверить что ситуацию можно изменить и что магендовид на ней не присутствует я имею ввиду в плане знаете о чем я говорю есть надежда надо посмотреть на все в общем если этот человек ни разу не сделал вам добра и только делает вам зло и зло и зло да я говорю вам как раввин с этим человеком нельзя иметь дело ну просто нельзя иметь дело я может быть нужно верить что он когда-то исправится но дело не нельзя иметь потому что тут нет ничего положительного такого не бывает но но если такое то сто процентов но если этот человек в каком-то процентном отношении всегда есть весы плюс и минус делал вам добро может быть и даже после совершения вот этого проступка который может быть рецидивно возвращается он продолжает делать добро он старается или ему тяжело или может быть даже невозможно ему сделать то что вы просили вы должны взвесить все это и понять что в нем есть и добро и зло в нем есть и хорошее и плохое и если вы разберетесь хорошего больше потому что если вы столько лет тружили и столько лет были вместе и столько лет вели какой-то общий бизнес и все было хорошо то то наверное есть надежда здесь еще есть один момент помните рассказ про старого рэбби есть в торе в пророках есть такое выражение про бога видит грех и не замечает есть уникальный пример из торы когда ной тот ной которого так хвалят наши мудрецы которого тора говорит что равных ему не было он остался единственный после страшного потопа он расслабился он поступил не по-хасидски он сделал лыхаем помните он посадил этот виноградник сделал лыхаем и распластался извините в чем мать родила посредине шатра это было хорошо это было плохо это было ужасно ему заходят две группы его детей первая группа это его сын хам от этого в русский язык зашло слово хамство хамло он сразу видит вот эту ноготу он сразу не выдерживает кричит как такое может быть наш отец он был такой хаси да сейчас и он бежит и зовет братьев сейчас внимательно братья заходят и тора пишет два раза подчеркивает один момент и накрыли они его и головы были их назад то есть они повернули головы свои назад и ноготу его они не видели то сказалось бы лишняя фраза ну повернули голову назад понятно что они не видели в ноготу причем второй раз потом когда они уходили они уходили тоже закрыто вот так вот повернули голову и ноготу его они не видели тора два раза делай ну буквально казалось бы бесполезные фразы лишние слова объясняет нам хасидут говорит нам рэбе любавический рэбе что в этом моменте что они не видели ноготу подчеркивает тора что ты не просто должен решить проблему помириться или идти вперед ты должен начинать это с вот этой тряпочки на глазах начинать с правого не слева начинать во первых сквозь призму добра рассматривать ситуацию которая произошла и тогда может быть может быть постараясь люди могут прожить потом вместе много лет или дружить много лет или они могут не знаю воспитывать детей дети могут с родителями много-много лет потом прожить не ругаясь не убегая из дома или родители не выгонять их из дома и так далее есть масса 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 к сожалению примеров мы с вами учим эту мудрость и часто задаем себе вопрос жалко что я об этом не знал раньше но вы знаете как говорит русская пословица век живи век учись мы наращиваем нашу мудрость и бог продлевает нам жизнь может быть в заслугу того что мы еще раз набираемся мудрости 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 пытаемся кому-то помочь вот рассказать вот то что мы вот услышали кто-то в заслугу вот этих рассказов сделает или сохранит вот эту связь потому что есть некая связь великая божественная между людьми разными людьми разбивая эту связь мы делаем страшные вещи и вот сейчас в преддверии Роша Шаная я хочу всем во-первых пожелать хтивавы хатиматова чтобы были записаны в книгу заслуг когда вы читаете молитвенник на Роша Шана там есть много просьб Авину Малкейну отец наш царь наш сделай нам так сделай нам так и там есть вот эта вот фраза запиши нас в книгу заслуг что запиши нас в книгу заслуг какая книга заслуг что это такое мы просим у Бога снисходительно относиться к нам так вот многие расшифровывают интерпретируют и комментируют это записать нас в книгу заслуг это чтобы у нас было чувство чтобы у нас было видение в каждом человеке оправдание заслуг это сохранит этот мир шалом шалом